Рассеченная бровь и ушибы. Пятилетний Степа катался на велосипеде на улице Молотобольская. Ничего не предвещало беды, пока с ребенком не столкнулся подросток на электросамокате. Мальчик попал в больницу, но даже несмотря на это, мама Степана заявила, претензий к сбившей девочке не имеет, а столкновение было просто с течением обстоятельств. Женщина обратилась к общественности, поскольку уверена, для электросамокатов необходимы специальные зоны, а арендодатели должны нести ответственность за пользование девайсом. Я обратилась в паблики с посылом на то, что необходимо создать удобную среду в городе именно для средств продвижения личных, это для велосипедов, для электросамокатов, велодорожки. И считаю, что частично ответственность за это нужно возлагать на собственников, на арендодателей. В актуальной редакции ПДД самокат не транспорт, а средство индивидуальной мобильности. Его владельцы могут использовать велосипедные и пешеходные дорожки. При этом скорость не должна превышать 20 км в час. В правилах дорожного движения написано, что передвижение как велосипедистов, так же и на самокатах не должны создавать угрозу для движения других участников дорожного движения, пешеходов. Использовать защитную экипировку управляющим самокатами, так же как и велосипедистам, соблюдать скорость. Но человеческий фактор, ямы и неумение действовать в экстренных ситуациях берут свое. Барнаульцы жалуются, в городе не хватает велодорожек и специально отведенных мест для самокатчиков. А детей горожане советуют либо обучить безопасной езде, либо держать подальше от самокатов. Если ребенок не умеет кататься на электросамокатах, то не стоит даже пробовать. Бывают случаи, когда очень близко подъезжают, и это очень небезопасно для окружающих людей. Тут уже, можно сказать, как проблема у самих людей, которые дают кататься, что они подвергают риску своих детей и других. Либо это какие-то скейт-парки, либо это полосы, если они хотят просто ехать куда-то. Но у нас велодорожек-то нет. Велодорожки были бы хорошо и для того, и для того. Вот мы были в Красноярске, там такое есть. Там такое есть, супер. И для автобусов есть. Да, и для автобусов вообще шикарно. Так есть ли в Барнауле место электросамокатам? Пока это нерешенный вопрос, потому что такое новое развлечение для города, как икшеринг, требует специальной инфраструктуры. Но ее в Барнауле нет. Случай со Степой, который закончился еще счастливым концом, доказывает, пора бы задуматься не только о бизнесе, но и о безопасности детей. Елена Кукина, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...